Трэшбэнд Измена Трэшбэнд Измена Трэшбэнд Измена Короче, сиськи рок-н-ролл Ну и все такое Ну и как бы Начнем, наверное, задавать вопросы Так как группа Измена Вся в предвкушении Стебовых ответов Ну, начнем Ну вот, допустим Константин Ступин После своей смерти Ушел в Вальхау А вот куда, по вашему мнению Ушел после своей Смерти Виттер Эмбоза Здорово, Жека В общем-то Ну, шо ж Раз такое дело Ну, короче Ну, Виттер Эмбоза, я думаю Ушел в алкогольную Вальхау Вот, поскольку Угар, жизнь Скажем так То есть Его действительно поносило Я думаю, что такой человек Просто навсего По-любому В алкогольной Угарной В Вальхавии Там, в общем-то Ну, я думаю, что Куда уходить Человек, особенно умный человек Решает себе Сам при жизни Ну, вот К примеру Приведу Вот Православная Церковь Да, она Сразу Определяет Людям Куда им быть Естественно Таким, как Мне Там Или Виктор Николаевич Она сразу Определяет Что идти в ад Но я Вот Вам Такой пример Приведу Если вы С таким образом Жизни Ну, вот Захотите попасть В рай А Допустим У меня один вопрос К вам А что вы будете делать В раю Вообще Ну, что Там святые Они молятся Вы привыкли К такой жизни Вы просто там Жить не сможете Так что Я думаю Выбрал сам себе Место Вот Там, где Находятся Ему подобные Вот И там он И Почивает Вот Как язычник Как Анархист Вот Так что Как-то так Как вы Отнесетесь К такой Идеи Как Выпустить Линию Фирменных Алкогольных Напитков Составленных Из знаменитых Коктейлей Виттер Эмбоза Естественно Относимся Положительно Но я бы Ставил Добавочку Такую То есть Совместными Также Коктейль Туда Добавить Коктейли То есть Как там Водкоизменовка Собственно Говоря Или там Коктейль То есть С добрым Утром Гараж То есть Ну то есть Линию Коктейлей От Виттера Эмбоза Поставить На широкое Массовое Производство Построив Предварительно Где-то Завод Ликероводочный Завод Где-то Ну Под Иникеевкой Вот Собственно Говоря И да Выпустить Скажем так То есть Делать Напитки То есть Продавать Бутылки Там Ядреный Грач Или Ну Какие Коктейли У Виталия Николаевича Были Вот Ну в общем То да Устроить Массовый Выпуск Скажем так Я думаю Что Можно Выпустить Даже Целую Серию Таких Это Даже Торговую Марку Римбоза Дранк Вот И там Просто По номерам Их делать И все И чтоб люди Пробовали Номер Тринадцатый Вот И там Номер Четырнадцатый Вполне Клевая Тема Мне лично Она зацепила Она мне нравится Как по вашему Мнению Какой стиль Музыки Сегодня Актуален Поп Музыка Или Рок Музыка Или Старый Добрый Трэш Актуален У нас Сейчас Ну Как Понятное Дело То есть Сейчас По радио По всем Тиви То есть Везде Попса Свернословит Как говорится Вот Ну Это В зависимости От категории Населения Например Там Бабушкам Пенсионеркам Нравится Акиджава Девочкам Короче То есть 17 То есть 12 19 Летним Нравится То есть Там Тыц Тыц Всякие Там Дэнс Вот Ну а Вообще Для нормальных Людей Считай То есть Актуален Естественно Не обязательно Трэш Короче Ну Тяжелая Музыка Скажем Так Начиная Там От Панка И Хард Рока Хэви Метал Хардун Хэви Вот И заканчивая Такими Стилями Как Грэнд Кор Ну и Скор Турбуек И так Далее И тому Подобное Время Массового Трэша Уже Прошло Появился Ну Давно Уже Даже Трэш Новые Волны Вот Поэтому Мы Наше Поколение Сейчас Уже Не решает Ничего Какой Сейчас Стиль Музыки Актуальный Я думаю Это Вот Современная Молодежь Которая Сама Не знает Чего Она Хочет То ли Модерн Метал То ли Гранж То ли Вот Это Вот Коллаборации С Мелодик Дэт Металом Там Все Вперемешку Короче Я даже Не хочу Эти Гру Вспоминать Оно Не мое Просто Вот И На Сегодняшний День Даже Я Со Своим Творчеством Мы Со Своим Творчеством Никак Не Повлияем На Массовость Какого То Стиля Какой По Вашему Мнению Должен Быть Сегодня Стиль Песен Вот Чтобы Песни Отражали Действительность И Там Реалии Страны Или Или Там Вся Позитивные Песенки Которые Не Грузят Мозг Ну Чтоб Человек Не Думал Ни О Чем И Расслаблялся Ну Чтоб Эти Песни Не Не Несли Никакой Смысловой Нагрузки Ну Чтоб После Рабочего Дня Такой Пришел Включил Ну Что Не Знаю Там Телек Посмотрел Телек Включил Посмотрел И Спать Лег Все Должно Везде Должна Быть Как Бо Скажем Грань Короче Где То Не Должно Быть Такого Что Или Так Или Так Короче То 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 Нужно И Отдохнуть Например Потому Что Когда То Извини За Выражение Задолбанный Приходишь Завода С Выбитым Зубом Короче Или Что Там Еще Короче То Приходится Блин Там Знаешь Ли Ну Как Это Смысловые То Песни Загрузочные Слушать Ну Не Фонтан Ну Вообще Короче Хочется Наоборот Такое Типа Я Не Знаю Или Там Романтику Какую То Ну Или В Крайнем Случа Там Про Пиво Что То Такое Ненавязчивое Ну Естественно Короче То С Другой Стороны Нужны Эти Экстаз Смыслом Потому Что На Одном Угаре Как Говорится Далеко Не Уедешь Как Бо У Каждого Человека Бывает Похмелье Короче Когда он Серьезно Начинает Задумываться Что делать Дальше Как В жизни Так и В песне Везде Должна Быть Грани Я Думаю Что Умное Должно Быть Потому Что Ну Кругом Поют Про Какую То Дурость Дичь Бессмысленность Ну Абстракционизм Какой То Короче Ни О чем В основном Тексты Ни О чем Я Вообще Считаю Что Текст Это Самое Главное В песне Это должна Быть Какая То История То История И ты Как То Рифму Рассказываешь Эту Историю Чтоб Был Смысл В ней Вот Поэтому Как То Так Чтоб Ну Что То Было Серьезно Интересно А Это Иначе Это Путь В Никуда Что По Вашему Круче Западный Метал Навороченный Или Русский Трэш Это Все От Любителя Вообще То То Метал Музыка Все Таки Пошла Запада Вот Мне Например Актуальней То Славянский То Метал Потому Что Ну Как Я Воспринимаю Музыку Определенную Композицию Мы Воспринимаем Да Как Б И Стараемся Делать Что В Измене Что В Дранк Рейзере Короче То Не Отделять Текста От Музыки Вот Потому Что Музыка Хорошая То Есть Обалденнейшая А Текста Полный Шлаг Короче Ну Как И Наоборот Текста Там Супер Пупер И Т Д И Т П А Музыка То Есть Полный Гаражный Отстой Как Говорится То На Я Понимаю Думаю Что И То И То Хорошо Вот И Русский Трэш И Западный Металл А Что У Человека Настроение То Разное Когда Хочется Наш Трэш Слушать Когда Хочется Какой-то Металл Поэтому Ну Это Как Что Лучше Стиральная Машинка Или Холодильник Поэтому Я Как Б Не Скажу Что Совсем Как-то Можно Сравнить Кто По Вашему Больше Интересен Нищий Рок Герой Или Богатая Метал Звезда Ну Богатая Рок Звезда Ну Это Я Думаю Это Зажравшийся Человек Особенно Молодежь Которая Как Бы Ну Сказать Идейную Молодежь Они Вообще Не Зацепят Никак От Слово Совсем Вот Эти Вот Богатые Рок Звезды Ну А Наше Поколение Мы Мы Как Постоянно Росли В чем То Ну У нас Чего-то Вечно Не Хватало Мы Радовались Одной Гитаре На Десятерых Какой-то Вот Старой Она Не Строила То Мы Постоянно Находились В нужде Поэтому Мы Цену Всего Знаем Поэтому Естественно Допустим Мы Того же Константина Ступина Возьмем В пример Да Он Будет Жить Вечно В сердцах Ну Вот Как Вот Рок Герой Вот Какой Нибудь Не знаю Какой-то Богатый Его Забудут Просто И Все Чьи Стихи Более Крутые Вот Рэперов Или Рокеров Нет Дело В том Что То есть У Рэперских Команд Короче Проповедующих Гангстер Рэп Короче То есть В принципе Бывают Неплохие То есть Именно Тексты Относительно Вот Ну Как По Мне То Более Актуальнее Естественно То есть Тексты Рокеров Потому Что Душу Рокера Скажем Так Не Каждому Дано Понять Здесь Глубинный Смысл Исходящий Прямо Из Недр Земли Через Ноги В Мозг Стихи Рэперов Это Не Стихи Я считаю Что Там Вообще Нет Стихов Там Просто Рифма Ты Ко Мне Пришла Я К Конечно Там Везде Смысловая Нагрузка Я Имею Ввиду Нормальных Рокеров Поэтому Я Считаю Что Тут Даже И Нечего И Рассматривать Как Вот Для 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 Чтобы Было Будущее Нужно Подходить Здесь Нужно Получиться У Западных Скажем Так Да Но Вообще Если Посмотреть Залезть На Метал Трекер То Просто Их Море Просто Что Единственная Проблема Что Их Никто Как Бы Ну Не Выводит На На Мейнстрим Ну То То Все Сидят В Эм Где То Там Чего То Се Выпускают Играют Лобают А У Них Полно Всего Ну Прекрасного Есть Поэтому Просто Как Бы Надо Такую Им Чтобы Была Такая Что Ли Открыли Им Доступ Наверх Чтобы Они Вы Это Ну Сыграли Пели Чтоб Все Их Слушали Ну Фильтровали А то По кругу Идет Вот Один Гранж Ну Ничего Хорошего Нет Кого Вы Считаете Из Отечественных Рок Групп Рупором Поколения Да Много Хороших Групп Измена Дранк Рейзер Короче Скажем Так Ну Коробовая Доска Если Не Воспринимать Себе Вообще Вот Сейчас То есть Вот Именно Да Вот Братья Сорокина Кто С их Проектами Контрибуция Гробовая Доска Ладовый Мужик Стахановцы Сейчас Так На скидку Несколько Я не хочу Просто Вспоминать Звезд Наших Короче Грозий Металл Черный Обелис Железный Поток Рупор Поколения Кувалга Ну Наверное Наверное Гробовую Доску Ну Есть Гробовая Доска Тот Тот же Самый Бывший Старый Склеп Вот Да Много Этот Див Коррозия Металла Та же Самая Наша Ну Возьмем Это Первое Шах Вот Ну Очень Много Групп Гробовую Вот Гробовую Доску Можно Было Бы Даже На Как бы У них Все 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 Чики-пики Идет И Есть На что Равняться Не Много Много Вообще Много Хороших Групп Тот же Самый Аудио Бульдозер Вот Так Так Что Я Думаю Что Можно Даже Поспорить Маник Депрэшн Там И Можно Я Думаю Что Можно Качественных Трэш Исполнителей Можно Перето Перебирать 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 И Перебирать Их Слава Богу Хватает Каким Должен Быть Трэш Металист В данном Времени Среднего Возраста Приблизительно И Ну Или Скажем Вот Так Вот Каким Должен Быть Трэш Металист Среднего Возраста Да Обычный Как всегда Короче То есть Ну Тут Два Типа Можно С Харом Ну Вообще Такой Обычный То Есть Обычный Чувак То есть Ну В Тату Косухи С Коляской С Батром Пива Ну Или Чего Покрепче Покрепче С Коляской То Тоже Как бы Детям Плохой Пример Показывать Меня Обычный Человек Как и Все Коротко Постриженный В основном Такой Вот У него Глаза Очень Металлический Металл Он должен Просто Хранить Своё Прошлое Вот Помнить Эти 90-е Годы Если Мы Про Средний Возраст Говорим И Начитанный Должен Быть Должен Быть Как бы Историю Хорошо Знать Вот Ну Чтоб Интересно Было С ним Поговорить Вот Поэтому Как-то Так Вот Пацаны Что Вот Значит Для вас Анархия Как Вы Это Понимаете Себе Анархия Это Свобода Это Когда Человек Чувствует В душевном Смысле Я против Агрессивной Формы Это Когда Человек В душевном Смысле Чувствует Себя Свободным И Уложит Короче На Всю Власть Самое Главное Чтобы Действия Человека Не Мешали Другим Людям Это Самый Главный Принцип Свобода Или Стремление К Свободе То Есть Избавиться От Вот Этих Вот Паразитов Государств Которые Не Дают Нам Спокойно Дышать И Что Делают Так Нам Придумывают Какие Ограничения Там И Так Далее Поэтому Для Начала Она Освободится От Этого А Потом Уже Ну И Самый Такой Актуальный Вопрос Может Ли Существовать Рок-н-ролл Без Алкоголя И Наркотиков Нет Не Может Быть Рок-н-ролл Без Алкоголя И Наркотиков То К примеру Там Идет Замещение Например Без Наркотиков Может Но Тогда Присутствует Алкоголя Или Наоборот Потому Что Подача Немножко Не Та Трезвые Рокеры Я Короче Такую Такая Ну Дотень Текста Слизаны Или У наших Групп Или У Американских По Музыке Та же Самая Хрень Звучание Или Чудр Нов Бодом Или Арченами Короче Вот Зашибись Короче Ребята Клапашут Да Может Но Только В одном Случае Если Рокенрольщик Через Вот Это Вот Все Прошел То Есть Он По Любому Какие Там 10 15 Лет Находился В Этому Угаре У Него Вот Эта Вот База Формировалась Вот Тогда Да Может А Так Без Этого Если Вот С нуля Без Водки Наркотиков Это Не Рокенрол Это Не То Почему Бог Забирает Лучших Молодых Талантливых На Взлете Славы Ну Просто Ну Как Мое Мнение Что Человек Просто Уже Успел То Всего Как бы Это Плохо Не Звучало Всего В Своей Жизни Ну То Ну Просто Ну Дальнейший То То Человек Сделал Свою Карму И Просто Она Все То Есть Он Сделал Пример Не За 60 Лет А За 27 Или За 30 Ну То Есть Сильный Энергический То Время Вышло И Все Почему То Смотри Пример Черный Обелиск Последние Три Года До Смерти Короче Толик Крупнов Реально То Есть И В Театре Успел Сняться И В Кино Короче Блин И Акустический Альбом Упанул То Его Последние Песни Тоже Самое То Есть Группа Нирвана Короче Сколько Там Был 27 Лет Человек Достиг Славу То Просто Она Ушла Он Не Может Достичь Чем Он Достиг Вот Поэтому Бог Смотрит То Лучше Сейчас Чем Потом Когда Полностью Ну Как То Я Считаю Так Может Быть Это Неправильно Но Это Моя Личная Точка Зрения То Все Мы Люди Ну Я Думаю Что Знать Такую Поговорку Тише Едешь Дальше Будешь Ну Кто Сильно Взлетел Вот Ведь Жизнь Измеряется Она Живить Измеряется Не В количестве Лет Прожитых А Измеряется Именно В количестве Интересных Моментов Интересных Сюжетов Чудилок Если У Человека Оно Настолько Богатая Ну Вот Он Допустим Уходит От Нас Там В 27 Лет Так Он Уже Повидал Начудил За свои 27 Другие В 127 Так Не Начудят То есть То есть То есть По факту Свою Жизнь Прожил Это Нам Жалко Кажется Почему Он Так Рано Ушел А Он Уже Вот Этих Вот Количество Вот Этих Вот Моментов Вот Этих Ярких То есть Которые Ну Как Это Когда Мозг Выкидает Вот Это Вещество Да И Такое Чувство Радости И вот Когда Оно Уже Иссякло Я думаю Как-то Так Что Он Уже Свою Жизнь Прожил Хотелось Бы Чтобы Вы Рассказали О Своих Планах На Будущее Чего Вы Желали Б Своим Слушателям В Новом Году Ну И Вообще Ну В общем Поняли Да Вот Думаем Наверное С гаражом На Будущее Вот Продолжать Свои Коллаборации Есть У нас Тем Много Интересных Там Про Герлу Надю Навоз Наверное Видели Допрос Вот Бухарь С работы Fight No More Пациент Номер Ноль Много Всего Так И Будем Продолжать Вот Если Не Будут Возможности Выступать Будем Записывать Альбомы Ну Как-то Так Альбомы Альбомы Много И Будем 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 Подписаться Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok